Шел пятый час обсуждения наболевших проблем горячих точек Королева. Неожиданно руководитель администрации города Юрий Копцик применил против Союза инициативных групп свое секретное оружие – депутатов от «Единой России». Давайте, пожалуйста, все то же самое. Уважаемый присутствующий, я вот тоже, ну, депутат городского совета города Королева, Волкова, Ольга Николаевна. А какая партия? А какая разница? Вы тут политики, вы тут политики и городские вопросы. Депутат должен говорить, какую партию представляет. Мы защищаем местные средства людей независимо от партии. Ну а почему это самое? Это что, закрытая информация? В чем расчет? Нет, просто интересно. Свет, я вам скажу, кто это. Депутат Иваник Владимирович. Что это такое? Волкова Николаевна, он депутат, член День России. Останковой ДПР. Спасибо. Очень приятно познакомиться. Все. Чего здесь? Какой партий? Вот, пошли мне партий. Не, на кого приятно. Просто интересно. Послушайте, пожалуйста, вас не переливайте. Знаете что, вот я, вот девушка прописана в Москве, я даже ей не задал вопрос, где она прописана. Я с ней общался, как с жителями каналаевых. А вы начинайте, какой партий, да вот еще какая-то группа крови. Мы не знакомы, потому что мы не знаем, что здесь. Пожалуйста. Это очень смешно. Уважаемые жители, я вас не противорол. А я вам что-то не противоролирую. Может, говорите. Ну, давайте уже не будем переливаться, да? Спасибо большое. Я хотела бы вот подтверждение. Я не понимаю до конца, честно вам хочу сказать, особенно после заявления, что некоторые представляют интересы большинства какого-то, да? Скажите, пожалуйста, вот есть старший по домам, есть старший по подъезду. Вы представляетесь как представителями инициативных групп. Это как-то решение было принято на какие-то собрания. Вот дамочка сказала, что несколько домов ее выделили. Неправильно. Я не понимаю, и нет подтверждения. Может быть... Инициативная группа как раз и не заключается. Может быть, вы же сами обижались, да? Если это было собрание, то вы не можете... Ну, подтвердите это, и мы будем понимать, что вы представляете, там, 100, 200, 300 человек. Ну, подождите, это ее мнение. Если этого нет, и просто устно вам кто-то сказал, там, мы с соседями... Ром, дай тебе второй телефон, что это все через туда-сюда? Дай тебе мусь. Я справляюсь, все хорошо. Не мучайся, стабили мусь. Я не мучаюсь. По результатам тех встреч, которые мы проводим в городе, а мы уже третий год выходим в отворы, встречаемся с людьми по всему городу, Я вам хочу сказать, что то, что вы сегодня говорите, вот, те несколько человек, представители города, как вы говорите, представляете многочисленные объединения, домов, Я такого негатива не вижу. И я вижу, наоборот, много люди говорят о том, что проходят изменения. И то, что вы говорите, что вы не доверяете местной власти, обвиняете депутата, что нет... Вы ко мне обращаетесь, мне просто интересно. Нет, я не могу к вам обращать. Я обращаюсь сейчас, в общем, к тем людям, которые пришли и выдвигали здесь свои предложения. Мне хочется понять, вот я депутат городского совета 5 лет в городе Королево. Знаю ситуацию, которая была до этого. И не понимаю, почему вы до этого момента, когда пришла новая власть, а для меня она тоже новая, потому что я тоже житель города Королево, а до этого города Юбилейо. Я не понимаю, почему вы претензии, вот, все собрали сегодня. Я просто вижу, как они работают, понимаете, сутками работают и разгребают то дерьмо, которое было до 14-го года. А теперь, а теперь, я не понимаю, почему вы молчали до 14-го года, почему вы не кричали, кто противствовать ставку, почему вы не выражали недоверие, а были кланы, которые не жили. Какие кланы? И вы, друзья, не было такого, не было такого. У нас дома не хотели снасти, и вы, у нас вместе хотели снасти, и вы, у нас вместе хотели, дома, наш центр. Мы не знали, что происходит в городе, и вы это называли, вот, что, не было генерального плана. Хорошо, извините, вы не назвали дамочкой, вы не назвали дамочкой. Когда говорите, мы все молчим, а когда говорим мы, ну почему-то нам не говорят, что... Нет, вы говорите, что не было генерального плана, сейчас есть генеральный план, у нас должна была реконструкция, статика существующих территорий. А почему генеральный план нарушается? Почему? Нарушение прав жителей! Вы обвиняете сегодняшний уплач во всем препаратам, которые... Я обвиняю! Я прошу вернуть воры! Спасибо большое! И, верно, я прошу ваше упрощение! Блестящую смену! Пожалуйста, пожалуйста, это фантастико! Это трость! Пожалуйста, в порядок! Молодой человек! Молодой человек! Молодой человек! Это такой, как вылечен, что можно вверх! А где же толерантность? Я с тобой треюжесть! А где же обожилие с такими уделами? А где уважение к людям? Почему нас двор отрезали? Мы узнали недавно! Подождите секундочку одну! Ну, когда вы все выступали, вас никто не перебивал! Что же нам так? Альтернативное мнение-то не нравится! Это не альтернативное мнение! Володя, я вам пока слова не давали! Я уже сейчас разговариваю здесь! Да, если вы хотите поговорить, вам поговорить! Да, вы ходите, ну много чего-то! Вы слово берете, да, в резерве вы находитесь! Вы, когда захочете, тогда слово и берете! А кто в зале, обязаны, значит, соблюдать, вы тогда тоже регламентом поддерживаете! Идет попчик, ну и отборились, а не вы! Понимаете, Владимир? Он вам слова не давал! Дмитрий Герасимович, вы дали слово? Как председатель! Понимаете? Не надо все переворачивать! И на нас все! Через колено, через сто, через все! Я прошу вас! Правильно! Человек вышел, пусть выступает! Выставится и совершенно... Я прошу! Я прошу дать возможность мне продолжить! Комментировать все! Не надо махать головой! Я вас в ягне жена! Не надо на меня смотреть и махать головой! Я, пожалуйста, убедительно вас прошу! Дайте продолжить! Мы ведь сами попросили! И все выступления предоставляются в порядке очередности! Если человек два раза выступал, и человек, я вижу, поднимает руку, и первый раз идет... Я, конечно, предоставляю слово, но я всех вижу и всем предоставляю слово! Не на все ответы вопросов, но я призываю вас к одному, к одному призываю, к одному призываю, что в жизни, это я имею право вам сказать, вам, что бывают случаи, когда совсем уже не в моготуле. Бывают. Я проходил такие случаи. И все равно надо сохранить свое лицо. Вот все равно, понимаете ли, все равно сохранить. Даже если не двор, а дом весь отнимут завтра, все равно лицо надо сохранить. Понимаете ли, все равно его надо сохранить, потому что, допустим, сейчас Елена Николаевна Голкова выступала, она для меня тоже новый человек. Это с города юбилейного депутат. И, знаете, я вам могу сказать, что она прав в этом плане имеет. Мы тут не найдем... Я до сих пор не могу понять, кто возглавляет инициативные группы. Во-первых, они меняются. Сегодня двое пришли, да? Один говорит, это я, это я. Но я тоже выберу. Я завтра посмотрю списки ваших четырех домов, да. Потому что вы меня поймите по-человечески. Принять какое-то решение и сказать, я представляю интересы. Вот я представляю интересы, да. Принять такое решение. Это очень большая арктистка. Я сам два созыва. В свое время был депутатом. И я знаю, что это такое. И поэтому та же Ольга Николаевна, которой, вот женщине, вам не понравилось ее мнение. Но это ее мнение. Она не сказала сделать плохо. Она не сказала забрать у кого-то что-то, да. Она ничего. Она выразила свое мнение. И она имеет это мнение выразить. Больше всех нас. И больше меня в том числе. Потому что я на контракте. Меня по контракту, по конкурсу выбирают. Понимаете? По конкурсу. Объявляют открытый конкурс. И проводят конкурс. И выбирают. И я заключаю в контракт. А депутат Волкова избрана населением нашего города. И является, вам Анатолий Владимирович потом ликбеж прочтет это, депутатом представительного органа власти в соответствии с Конституцией. И Конституция определила, что она представитель. Она представляет интересы людей. Блохо. Хорошо она их представляет. Это судить вам, ее избирателей. Понимаете ли? Вам ее избирателей. Но, выйдя сюда, вы видели, я не имею права делать то, что вы делаете, снимаете. Тем более, я вам телефон, по-моему, свой отпал. Если бы вы видели эту картину, как вели себя все, когда вы выступали, Роман, и как вы вели себя, когда вышел женщина, депутат городского салона. Поэтому, пожалуйста, не будем мы сейчас выяснять здесь отношения на тему. Настройтесь, все, кто находится в этом зале, по вашей просьбе в том числе, все имеют право здесь высказать свое мнение. И сейчас очередную руку подняла, да? И я, следующая как раз, ваша рука была, Кайдерский устроен. Я все вижу. Ина Алматова, тоже депутат городского совета. Пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, уважаемые участники сегодняшней встречи. Я представлюсь еще раз. Директор хоровой школы по Клинке, заслуженной работой культуры Российской Федерации, депутат городского совета. Не могла я не взять слова, не могла не взять слова по той простой причине, что я являюсь коренным жителем этого города с рождения. 35 лет. Как бы кому это ни было неинтересно, я все-таки попрошу дослушать, потому что я имею право как житель этого города Клинной. Человек, проработавший 35 лет в учреждении дополнительного образования, которое является по рейтингу Министерства культуры Российской Федерации, входящим в топ-50 лучших школах России, я имею право сказать следующее. За 35 лет своей работы, наверное, в какой-то мере эффективной, я стала депутатом только благодаря поддержке населения, жителей этого города, которые состоят из родителей, бывших выпускников, дедушек и бабушек. За все время нетрудно посчитать, это простая арифметика. 750 детей обучаются ежегодно в школе, у каждой бабушки, мамы и так далее. За 35 лет работы это около 100 тысяч. Подсчитайте, это у вас получится так же, как и у меня. Я здесь, в этом зале, не вижу ни одного человека, который представлял бы этот контингент моих родителей, которые меня поддерживали, выдвигали. Интересы чьих я представляю, и наказы чьих я выполняю. Выполняю в детском сотрудничестве с администрацией города. Не буду, конечно же, в отчет, в этом нет никакой необходимости. Достаточно посмотреть на только что отреставрирование правой школы, где сохранена полностью вся историческая ценность этого здания. Вот здесь нет и передвижно, который приходил тогда с общественной палатой с проверкой, так ли мы ведем капитальный ремонт. Но здесь есть другие представители общественной палаты, вот они мне помогают в утвердительном отношении. То есть мы сохранили все, что было сделано. Но я еще не об этом. Речь о том, что я не вижу в этом зале ни одного человека, представителя тех адресов, а я знаю, где живут мои родители. Знаю, потому что я нахожусь в тесном контакте практически в суточном режиме. Почему? Они могут прийти на приемы ко мне, как в то место, где я его веду официально, это 17-я гимназия, каждый второй вторник, с 5 до 7. Или задать свой вопрос в любое время, когда они появляются в школе. Ни разу за все 5 лет всего перечня вопросов, которые сегодня были озвучены, я не слышала ни от своих родителей, ни от жителей округа, с которыми я здесь не проводил. Я не дал вас, но если можно, что-то... Резюме. Все очень просто. Резюме. Здесь звучали фразы о том, что депутаты... То есть мы слышали свой адрес, некоторые реплики, будем так называть так. Я хочу сказать, что депутаты работают добросовестно и активно. Что депутаты от населения, в частности, меня здесь слышали, ни одного обращения по данному вопросу. И то, что мы законно выбраны людьми, королевцами нашего города, и здесь не выдержит никакому сомнению. И второе, конечно, хочется пожелать всем в этот добрый или поздний вечер конструктивной работы. Лично я, как депутат, исполняющий пока совет, и готова на все ваши вопросы, с улыбкой ли они, без улыбки. Кстати, вот вам я хочу ответить, вы спросили, девушка, имеете ли вы награды, я вот вам говорю. Наталья, да? Извините, я не очень запомнила ваш отчество. Да, я действительно награждена серебряным гербомом главой города. Прекрасно. Пожалуйста, давайте время поднимем. Спасибо. Я призываю всех вас к правильной оценке того, что сделано, и к конструктивному решению того, что еще предстоит сделать нам с вами совместно. В доброжелательной, интеллигентной... Спасибо большое. Спасибо.